Всем привет, с вами подкаст UwebDesign, сегодня 17 ноября, понедельник, сегодняшние темы у нас такие. Mozilla поможет проекту Tor и всем пользователям, желающим приватности. А Microsoft OpenSource.net и подарил всем виртуалку на Ажуре, чтобы попробовать Internet Explorer 10. Погнали! Первой темой мы назначили тему про Mozilla. В общем, Firefox теперь собираются внедрять Tor по полной с помощью технологии Polaris. Технология будет состоять из двух частей, вот кроме внедрения Tor будет еще какая-то вещь, которая не называется пока. Но я думаю, там ничего секретного, просто еще, видимо, не решили до конца, что это будет. DNS-криптер просто, пойди включи, чтобы не видели, откуда резолваться. Может быть, может быть, все. Но, тем не менее, вот, то есть, помимо того, что уже был приватный серфинг вообще, в принципе, в Firefox, хотят сделать еще, чтобы он ходил через Tor. Причем, скорее всего, просто в приватном серфинге уже можно будет отключить и ходить через Tor. Просто можно будет, ну, как обычно во всех браузерах, в Chrome, там, в Safari и так далее, просто смотреть страницы, ну, без кэша, там, ну, то есть в приватном режиме. Я думаю, нас слушатели отлично понимают. Я надеюсь, да. Вот, а так, в общем, это, в принципе, и для Mozilla, и для Tor, ну, компании, которые делают и занимаются Tor, поддерживают. Это, в принципе, плюс, потому что это в любом случае развитие, так как мы все знаем, что, в принципе, Tor Browser это тот же самый Firefox, но вот теперь Firefox сами, Mozilla, возьмут патчи, которыми пропатчен Tor Browser и поставят в будущую Mozilla. Наверное, я не знаю, когда это будет, когда они это доделают, но поставят, и можно будет ходить через Tor с помощью этих патчей. Ну, а для самого Tor здесь тоже несомненный плюс, потому что, как мы знаем, и скорость, и производительность напрямую зависит от количества нодов, то есть узлов, которые участвуют во всем распределении, это распределенная такая сеть. И здесь, получается, мы, люди, которые поставили себе Firefox и включили его, они будут профорсены, использованы как нод, и прям, я думаю, у них там в разы, если не в два, не в три раза, возрастут количество нодов, и хотя, может быть, мы преувеличиваем пользовательскую базу Firefox, которая все еще не пользуется Tor, но, как бы то ни было, я думаю, они прогнозируют какой-то существенный рост, поэтому это выгодно для обеих сторон, 100%. Да, я думаю, будет некий скачок точно, поэтому Tor 100% это тоже хорошо. Да, вот можно посмотреть, у них на Вики уже есть статья Polaris, на Mozilla Wiki, тут они говорят, что Polaris это такая вот инициатива Mozilla по улучшению privacy в интернете, то есть, ну, это не какой-то будет конкретный браузер или отдельный продукт там, или проект, это будет, ну, комплекс инициатив, который они будут постепенно внедрять в свои программы, ну, не только в программы, я так понимаю, и в массы нести в том числе, то есть, если мы посмотрим, здесь у них есть roadmap, и вот в последней четверти 2014 года они как раз вот пилотно пробуют что-то там, UI, ну, интерфейс как-то переделывать, что-то смотреть, и начать патчить GECA, то есть, непосредственно двиган, который у нас в Mozilla есть, в Nightly билдах уже будут патчи, которые в Tor браузере используются. Ну, как мы видим, дальше на 15-й год, на 1-й и 2-й квартал намечены там research, как по-русски, исследование usability, как API должен будет работать и так далее, вторая итерация интерфейса. В общем, будут постепенно это все как-то имплементировать, и я думаю, что посмотрим, от этого, в принципе, все только выиграют. Ну вот, написано, что 10-20% интернет-пользователей, это от 280 до 560 миллионов человек пользуются, ну, скорее всего, будет такой прирост примерно, они пользуются сейчас Firefox. Ну, то есть, непонятно, кто из них будет еще использовать приватный режим. Ну, в общем, обменяются аудиториями, взаимные репосты сделают. Ну, круто, будем посмотреть, я думаю, что, да, сейчас, особенно после всех там разоблачений Сноудена и так далее, это прям актуальная тема, и они поднимут на этом нехило бабла, особенно если у них какие-нибудь фонды есть, которые это спонсируют, туда, может быть, кто-нибудь занесет денег. А, ну и вот еще про .union, вот эти вот псевдо-домен, на которые можно заходить с помощью Тора, на него можно будет уже заходить с помощью Firefox, то есть для Firefox это тоже большой плюс, потому что можно будет вот на этих приватных сайтах, так называемых, сидеть. Можно книжки, теперь будет бесплатно, и прямо с Firefox качать, Тор не заходить, передать. Сами догадаетесь, где. Да. Ну, давай, что, следующая тема. Да, Microsoft полный у нас дальше. TX.NET Open Source and Cross Platform. В общем, уже 12 лет развивают .NET Framework, ну, не только тот, который клиентский, но еще и серверный, и вот, наконец-то, серверный решили open source, но для того, чтобы он мог крутиться не только на EIS веб-серверах, и, в принципе, на Microsoft-серверах, но еще и на Mac, на Linux, то есть, ну, ребята поняли, что сейчас у нас весь мир уходит в клауд, и точно так же они поняли, что в клауде нету Windows-серверов, там только Unix-based, и поэтому надо что-то с этим делать. Вот они его open source, ну, это вот моя личная такая аналитика диванная, которая, собственно, ну, очевидна. Поэтому теперь можно будет у вас на Амазоне в контейнерах разворачивать .NET-приложения, которые будут что-нибудь там делать. Ну, прикольно, да, но тут, на самом деле, очень много можно рассуждать на эту тему, то есть, они, оказывается, еще в апреле 3... О, господи, 3 апреля 2014 года они сделали фонд .NET Foundation, который будет бабки собирать, поддерживать open source на экосистеме. Если бы мы, вот, нынешние мы увидели эту новость тогда, там, полгода назад, то мы бы, наверное, поняли, что, скорее всего, идет к тому, что не open source на .NET, но я даже... и ничего бы не изменилось. Ну, мы бы заранее написали статью, которая бы... на нее бы много заходили людей. Мы бы на рекламе заработали 1000 долларов. Да. Ну, в общем, да. Теперь не только в Азуре можно будет, в Азиа, Азюре, неважно, запускать .NET-приложения на Windows-серверах, но и где-нибудь на Амазонах разворачивать, если вам принципиально важно писать ваши Enterprise-проекты, не только Enterprise на .NET и на C-Sharp. Теперь это возможно. Ну, то есть, там целая куча людей будет это поддерживать. И, на самом деле, вот минус, о котором я думаю, это мне почему-то кажется, что... Ну, это такое общее мнение, много кто так думает нам. Ребята из Microsoft говорят, что это не тот случай. Но вот когда вот так вот open source проекты, есть маленький шанс, что проекты сливают. То есть, ну, если сейчас полностью на комьюнити это все положить на плечи и никак не поддерживать разработку, очень быстро сейчас катится куда-то в никуда, потому что, ну, за любым open source проектом все равно стоим какие-то денежные дела. То есть, вот, допустим, если взять WordPress, то процентов 80, мне кажется, contribution-ов, они идут от ребят, которые работают в Automatic. То есть, компания, которая заведует WordPress Chrome, зарабатывает на этом кучу денег. Поэтому они это поддерживают, и они, грубо говоря, себе заработок обеспечивают. Еще и несут это в массу, ну и так далее. В общем, это, на самом деле, очень классный бизнес. Поэтому WordPress так успешен в open source нам поле, потому что поддерживают ребята, для которых это хлеб. Если говорить об Ubuntu, то Canonical, компания, она, на самом деле, не очень-то может зарабатывать деньги. То есть, их Ubuntu Foundation, который поддерживает этот проект, в него там кучу денег заносится, он, там, субсидий каких-то и так далее. Я не знаю, финансовые отчеты не смотрят, не знаю, кто это делает, но они живут, грубо говоря, на дотации. Сами они денег не зарабатывают. Их сервис Ubuntu One, который они хотели тоже уходить в облако, делать стриминг-сервис для музыки, он провалился там. И они где-то в апреле этого года, опять же, сказали... Кстати, может быть, посмотрев на Microsoft, поняли, что теперь им точно уже ловить нечего. И они весь проект закрыли, он там до какого-то там 2015 года еще будет там что-то поддерживаться, но потом его полностью свернут. В общем, очень долго можно рассуждать о том, вообще open source, как это, хорошо это или плохо, но это зависит от нескольких параметров. Поэтому псевдо-open source это хорошо. Когда это вроде бы open source, но курирует всю разработку, какой-то большой гигант, и для него это выгодно, и тогда это здорово. Потому что вот они Ubuntu попробовали денег заработать, ничего у них не получилось, будут дальше жить на дотации. А как ты думаешь, это как-то связано с тем, что на iOS сейчас бесплатный офис стал? Они, видимо, все решили раздать и только на Ажуре сконцентрироваться, чтобы попробовать хоть как-то с Амазоном, там, Гуглом и Диджитал Оушеном конкурировать в облачных этих сервисах. Наверное, этот бизнес им кажется наиболее перспективным, но может быть они не одиноки в этом, но не знаю. Короче говоря, мне кажется, все равно вот этой серверной частью воспользуются только самые главные умники, которые, в принципе, ну уже давно кодят, и они уже давно все, ну, и так кодят на этом. То есть я не представляю, кто там, кого новым можно привлечь, тем, что ты открыл там, open-source, ну, всю эту вещь. Ну, вот мне спам приходит, наверное, таких людей можно привлечь, не знаю. Ну, есть, наверное, люди, которые подумывают следующий свой проект развернуть на дотнете, но не могут, потому что у них уже куплены контейнеры в Амазоне, и банально им деплоить будет некуда, поэтому, ну, может быть, кого-то это двинет, кому-то C-Sharp нравится просто идеологически, они свободно от работы время на нем пишут, и хотят попробовать его в работе, но это просто физически в workflow никак не увязывается, но теперь увяжется. Может быть, какой-то прирост будет, но я думаю, это даже, ну... Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, можно очень долго дискуссию вообще вести в open-source и про .NET в частности, но вот... У меня вообще тихое подозрение, что они будут немного от него отказываться, и клиентский .NET, он в что-то другое мутирует, и... ну, и они это просто оставят для каких-то вот таких типа enterprise-серверных приложений, и он как-нибудь затухнет так в течение 10 лет, 5, плавненько, да. Ну, в продолжении темы Microsoft, кроме этого, они еще анонсировали Remote IE, но не то, что анонсировали, то есть уже можно его использовать с помощью технологии Azure Remote App, вот именно удаленных вот этих приложений, можно заходить на Internet Explorer, самый новый, который установлен на Windows 10 Technical Preview, еще вообще суперновый, и можно будет заходить не только с Windows, а, естественно, там, с macOS, iOS, с Android, то есть просто удаленно заходить на Internet Explorer и что-то, ну, вот, тестировать, что-то отлаживать, вот. Что еще сказать, в принципе? Ну, чтобы вы понимали, обычно сейчас люди имеют комплект виртуалок, ну, опять же, в каких-то промышленных масштабах, конечно, что-то делают, комплект виртуалок с разными версиями IE, чтобы потестить, посмотреть, ну, если вы дома что-то делаете, какой-нибудь сайтик уютненько под одеялом, под диваном, если вы дома делаете уютненько сайт под диваном, завязываете, скорее всего, лучше вам чем-то другим заняться. Ну, так вот, вы накатываете себе виртуалку, она жрет у вас определенное количество ресурсов, и вы это делаете так, чтобы на IE потестить, хотя бы на последнем, чтобы посмотреть вообще, ну, вдруг там что-то рушится. Ну, вот теперь вам это не надо, они дали вам общую виртуалку на Ажуре, ну, не общую, наверное, инстанс будет подниматься в тот момент, когда вы к нему получаете доступ, но это уже технические детали. Я думаю, это им нужно еще в том числе, чтобы трафик на Ажуре поднять, сказать, что у нас там увеличиваются заходы и так далее, мы нужны, мы любимы и так далее, у нас уже столько-то инстансов в пике и так далее, ну, круто, чё. Ну, естественно, вот я так понимаю, что работать-то не будет ниже Windows 7, то есть, конечно, она кроссплатформенная, но либо Windows Server 2014... 12. 12, точнее, да, 2012, да, и Windows 7. Ну, давай будем откровенны, никто из разработчиков не сидит на Vistia, тем более на XP, а если сидят, то это их не основная машина, им это нужно для каких-то конкретно технических целей, ну... Да, я думаю, если ты на XP, то ты сначала протестируй у себя в 7-м интернет-экспорте. Или в 6-м, там, 7-м, по-моему, туда только установить можно, если обновить, да. Да, то есть, ну, ну, не знаю, в общем, нет, в смысле, это, естественно, круто, я имею в виду, не знаю по поводу того, что не охватили там бедных XP-шников, ну, поставьте себе на XP-виртуалку с 7-мёркой и сидите на ремоутажуре. Да, всё правильно. Мы хотели сегодня финальную тему такую посмотреть. Сайт Web Design Depot, который мы вообще любим, знаем и пользуемся, оттуда часто что-нибудь по Steam в паблик. Кстати, подписывайтесь на паблик. Он обновил недавно интерфейс, дизайн, не знаю, как это сказать. В общем, он теперь вот такой. На самом деле, он, ну, не сильно изменился от прошлого, то есть, цветовая гамма, всё по брендбуку у них сохранилось, но какие-то вещи немного изменены. То есть, вот мы на главную попадаем вот так. Ну, первое, что бросается в глаза, это вот такое, но мы посмотрели, это просто в бэкграунд позицион, они двигают. То есть, если здесь посмотреть. Так, скопировать ссылку. Для тех, кто это только слушает и не смотрит. Зайди с телефона или откуда-нибудь и посмотрите. Зайдите, да, на webdesignerdepot.com и посмотрите, как там всё. Если включить хавер, то, ну, они просто двигают бэкграунд позицион. Ну, прикольно. Здесь вот есть и свитчей анимация, которая рисуется, я так понимаю, через дэш-офсет, как обычно. Здесь тоже всё оп-оп-оп перетекает. Тут тоже там скейл 0, то есть серый кружочек в нолик уходит. Остаётся только рамочка. Ну, прикольный эффект. Вот. Что касается непосредственно самих блогов, вот есть такая особенность у дизайн, веб-дизайн блогов, что они непонятны. Там так много всего, что просто хочется сразу выйти и да. И можно находиться только на страницах с отдельными статьями. То есть когда у тебя отдельная статья, у тебя всё понятно. У тебя есть колонка, есть там сайт-бар и всё. Всё остальное, все всплывания и так далее. Тебя мало волнует, ты к ним привык. А на главных у них обычно всякие там сборные солянки и так далее. Это отвлекает. И лично мне вот кажется, что мы ещё на следующей неделе сделаем обзор ещё одного сайта. Это к вопросу о юзабилити. Я когда захожу, я не очень хочу думать о том, куда мне надо зайти дальше. Я хочу, чтобы у меня была какая-нибудь одна большая кнопка, чтобы меня разработчики вели по своему сознанию или там, что у них, как они это видят. Короче говоря, да. И здесь теперь все статьи просто вот в такую шашечку сделаны. У меня, кстати, на моём личном блоге почти так же. Да, мне тоже напомнило, я хотел сказать, не в целях пиара. Вот ты зайди просто на вебсайне точка ком. Точка ру. Да, да, точка ру идёт. Ну, а попробуем. И там прям вот так же картинка и этот... Ну, это, собственно, даже и не моя тема. Это тема трек с какого-то там крутого чувака. И поэтому, ну, это к нему всё. К нему вопросы. Но, видимо, это такой нормальный сейчас паттерн дизайновый, что вот featured post, featured image и, в общем, дальше там заголовок, маленький превью и так далее. Ну, давайте посмотрим на саму статью. Там, так, напоминаю, всплывухом уже мы все привыкли. Сайдбар с рекламой, как обычно. Здесь, это, кстати, пост о том, что они обновили сайт. То есть, он теперь... Ну, собственно, он и был адаптивный, на самом деле. Но да. Если мы здесь вот так увеличим, то это типа мы зашли с телефона, здесь меню выпадает, всё как надо. С этого здесь всё по центру остаётся. Они написали, что от сайдбара они не могут отказаться по причине того, что реклама. Но, собственно, мы и понимаем, если они этим деньги зарабатывают, то почему бы и нет. Ссылки вот здесь вот такие. Они закрашиваются постепенно. И нет, чтобы сделать это градиентом. Ну, градиент бы тогда по тексту не ходил, собственно говоря. Но можно было как-то... Ну, хотя бы только подчёркивание так делать. Я такое тоже видел. Потому что, ну, если посмотреть по верстке, то здесь внутри ссылки спан на каждую буковку. И, по-моему, это отвратительно. То есть, при выключении JavaScript-а это всё уже ничего не анимируется. Да, сейчас мы попробуем выключить. Ну, не попробуем, мы уже пробовали. Вот. Посмотрим, как это выглядит. Здесь расшаривание тут у нас. На глазах. Прямо на глазах. Ну, там, я так понимаю, счётчиком сначала быстро, вот тут, 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 тут. Да, здесь фичерд-посты и так далее. Вот здесь вот эти треугольнички, они так лоу-поле напоминают. Хотя, на самом деле, это просто треугольнички разноцветные. Но у нас у всех уже вот такие ассоциации. Да, давайте отключим JavaScript. Но, на самом деле, надо дать должность. Сайт всё равно очень круто деградирует. То есть, если он отключен, JavaScript, я имею в виду, ничего не рушится. То есть, выпадания всё равно аккуратненькие. Там, CSS-транзишнами сделаны. Вот здесь вот тут тоже всё при наведении работает. Вот тут уже анимация, конечно, пропала. Главное, реклама пропала. Главное, ну, за этим мы и отключаем JavaScript, да, если отблок не поставили. Ссылки просто красные стали. То есть, ну, на самом деле, весь мой экспириенс на сайте не сломался. Я, конечно, теперь не вижу, сколько 5.57 плюс 8 будет. Но с этим можно жить, да. Ну, что касается, да, собственно, мы уже сказали, адаптивности. Но меня покоробил один момент. На главный у них, если вот до какого-то вот такого сузить, то тут уже фичерт-картинка, она не по центру сжимается, а она сбоку сжимается. То есть, ну, я бы сделал бы гранд, там, позишн кавер или что-то такое. Ну, короче, говорю, чтобы он по центру был. И тогда я бы хотя бы кусочек ноутбука больше видел. Потому что, ну, в противном случае, это немного туповато. Ну, не оттестили до конца. Да, может быть, так и хотели. Это, может быть, мы здесь сидим с тобой, не понимая, как жить надо по жизни. Может быть. И да. Что-то я еще хотел тут сказать. А, ну, это, кстати, WordPress. То есть, ну, привет всем нелюбителям. Да и любителям тоже привет. Ну, да, это WordPress. То есть, вот он здесь. ВП-контент-темес. Как я, кстати, догадался, да. Ну, здесь вот видно, что пацаны из v3markup.com. Зайдите к ним на сайт. Это не реклама, это просто. Но они делают разные сайты. Они мыши было тоже сделали шаблон. Ну, прикольно. 1.0 тема. То есть, они VDD 2014. У них только в этот раз заказали. И если мы посмотрим. Так. Ну, таблица стилей. Там какой-то целый бутстрап. У них там 6000 строк кода. Да, 6175. Но надо отдать должное. Он очень круто закомментирован. То есть, если мы посмотрим, вот, допустим, вот эти штучки. Иконочки. То тут вот на каждую строчку коммент. Fix buttons height for Twitter bootstrap. Ну, кстати, да. Бутстрап они не используют. И здесь некоторые моменты тоже закомменчены. Но видно, как они экспериментировали. То есть, ну, ребята живые. Они так же, как мы, что-то делают. Делают на bootstrap так же, как мы. Uncomment for 3D effect. Ну, 3D effect очень слабо заметен здесь. Вот на буковке F он должен быть заметен. Ну, там тенька, короче говоря, есть небольшая. Ну, прикольно. 3D effect. Угу. И что касается JavaScript, то их файл main.js. Кстати, круто, что они все в один файл сделали. И ставил CSS в один файл и main.js. То есть, все остальные это опихи от разных там buy, sell, ads и так далее. И прочей рекламы. И прочих аналитик. У них тут тысячи три, по-моему, да. Три с половиной тысячи строк JavaScript кода. Они какие-то вообще сильные. Ну, прикольно, что у них там наполовину Аяксом тоже все открывается. Я видел по наведению на ссылку она подгружается. В общем, чтобы типа сайт быстрее работал. Ну, в общем, ребята молодцы. Я думаю, мы в нашем видеоподкасте прям эту рубрику сделаем постоянно. Будем какой-нибудь один сайт в конце обязательно смотреть. Ну, потому что это интересно, прикольно. По крайней мере нам. А если вы слушаете, подписывайтесь на YouTube и смотрите потом. Да, или подписывайтесь в других соцсетях, ставьте звездочки в iTunes. Да, в Facebook подписывайтесь, у нас сейчас новый аккаунт, там можно смотреть. Да, можно все. На Twitter. Ну, не будем сейчас это все перечислять. Это все всегда есть в описании на YouTube. Читайте, кстати, описание видео на YouTube, оно классно. Там все ссылки будут. Ну, в общем, всем удачного дня, пока. Давай.